В эфире программа «Время говорить» в студии Юлия Рокотская. Здравствуйте! И сегодня мы поговорим о том, что подготовил для нас наступивший високосный 2024 год. В гостях у нас астролог и парапсихолог Елена Светомир. Добрый день всем! Добрый день, Юленька! Здравствуйте, Елена! Мы с вами провожали год, теперь мы с вами встречаем год. И хочется узнать, 2024 год, он будет тяжелее или он будет легче 2023? Очень хороший вопрос, Юль. Очень многие боятся. И сейчас пишут мне в сообщениях, обращаются, и такая тревожность, что и год дракона, и это високосный год, и всё вместе. Я хочу всех успокоить. В этом году только четыре затмения. Это считается лёгкий год. Всех нас ждёт год по сравнению с 2023-2022, вот этих вот связочек годов, нам как бы в этом году дадут передохнуть. Но не в смысле мы должны бы инертно жить, никоим образом. Дракон очень не любит инертность. Он любит движение. Но это движение должно быть от души, вот такое вот, с размахом. Вот если кому-то помочь, так помочь от души. Не там откупиться как-то. Вот он очень не любит вот всю халтуру. Дракон, тем более дерево. Ещё я хочу всем сказать, нашим телезрителям, мы деревья. Взять нашу кровеносную систему, это дерево. Взять наш мозг, это дерево. Взять нашу лимфосистему, это дерево. Мы деревья. И это наш год каждого человека. И от того, какой этот год будет для нашей страны, для нашего города, для рода каждого из нас, зависит от каждого из нас. Это год, когда каждая личность должна быть самостоятельным деревом и давать кислород другим. Вот расти и давать. Вот это задача этого года. Но считается, что в високосный год существует много каких-то, не знаю, баек, наверное, мифов вокруг того, что високосный год обязательно несёт в себе какие-то беды, обязательно что-то страшное в себе несёт. Ну вот, допустим, если бы это был високосный год металла или високосный год огня, даже воды. Вода тогда уносит очень много. Но это дерево. Дерево всегда под кроной своей защищает. Оно хранит от дождя. Оно хранит от жары. Оно вообще даёт плоды. И ты можешь найти под каждым кустом и стол, и дом. Вот если это дерево, то оно всегда смягчает. Это самая добрая стихия года. Вот мы сейчас входим в самую добрую. Это самый добрый из всех драконов. Есть дракон деревянный, есть дракон огненный, есть дракон водяной, воздушный и металлический. Вот стихия дерева – это самая добрая стихия. Мы встречаем самого доброго дракона. Я думаю, сейчас многие наши зрители выдохнули и сказали «наконец». Да, да, всё будет хорошо. По сравнению с 23-м годом, в 23-м году была задача каждого из нас осознать. Я желала весь год в своих прогнозах осознанности, осознанности. Это золотой ключик, в котором открываются все двери. Теперь мы осознали, и теперь нам вектор. Понимаете, каждый год мы смотрим гороскоп года, на год соляр, и там планеты выстраиваются в такую симфонию, в такую мелодию, задают нам вектор. И если мы это слышим, и если мы по этому идём, астрологи дают рекомендации, и человек слышит и идёт, и у него гармоничные события случаются. Ему и подхватывают, ему помогают. Это всё равно, что, знаете, вот подходит большой корабль, на год забирает, все на дощечках болтаются, и, ну, вот видят, ему говорят там «ты готов?» Он «да, да, пошли». А другой «я сам, я всё сам знаю, я сам знаю, я никому из вас не верю, ещё неизвестно куда забросьте, что у вас на том корабле». Ну тогда болтайся сам. Корабль вот этот вот, он уйдёт. А где останешься ты? Что можно и что нельзя делать вот в високосный год именно? В високосный год нельзя лгать, нельзя находиться в унынии, нельзя... Вы знаете, в этом году, Юленька, распадётся очень много семей, я вам говорила об этом. И повторю, которые на расчёте, где нет чувств, где нет любви. Вот, кстати, ещё легенда, что нельзя вступать в брак в год високосный и рожать детей. Типа это у детей будет не та судьба. Нет. К детям, рождённым в високосный год, особый подход. Их нужно очень правильно воспитывать. И такие воины света. У них в запасе, по сравнению со всеми, целых 24 часа. И они как бы опережают, они могут это сделать себе, позволить. И поэтому этот ребёнок, если он, во-первых, будет защищён космосом, если он правильно свою миссию выполняет, его космос будет вести. До какого-то времени, считается, что до 40, вступление в осознанность, будут и других детей таких вести. Но когда наступает 40 лет, зонтик вот этот закрывается. И включается другой зонтик, который человек себе наработал добрыми поступками. Вот он сложит, будет уже из вот этой вот мозаики добрых дел, сделанных на земле. И это другой зонтик, который оберегает. Кого-то не оберегает, и они уходят. Интересно. То есть человек, который за свою жизнь не накопил багаж чего-то хорошего, рождённый в високосный год, он может после раны уйти. Ну, значит, нужно внимательным быть к себе. Родителям в первую очередь. В первую очередь это ответственность на родителях. Вы берёте ответственность при принятии ребёнка определённого уровня в этот год. Ещё и дракон. Дракон вам принесёт. Он даст. Тем, кому нужны дети, он даст. Тем, кому нужна семья, и он всем сердцем желает. Мы поговорим, как правильно загадывать желание, потому что это будет время загадывать желание. Тот год мы встречали в 19-й луне, на убывающей луне не было смысла. А здесь время загадывать желание. Более того, 21-го числа мы прошли грандиозное событие. Это не в каждом... Это бывает раз в 250-240 лет. Это Плутон зашёл в Водолей. На 20 лет мы в новой эре, в новой эпохе. И нас ждут очень мощные события. Мы потом посмотрим сами, может быть, мы расскажем об этом. Это отдельная тема требует. Но вот в связи с этим закладку делать на 20 лет с желаниями. То есть вы делаете на год и на 20 лет как бы. И вот это всё очень будет здорово и к месту. Елена, ну, впереди у нас тот самый китайский Новый год. Мы как раз встречаем дракона, деревянного, зелёного дракона. Нужно ли его встречать здесь, на нашей территории? Ну, мы вроде как свой Новый год уже встретили. Есть ли смысл встречать китайский? Дракон очень любит праздники, Юлечка. Это первое. Он любит праздники. И чем больше мы будем в этом году в таком праздничном, приподнятом настроении, тем лучше. Конечно же, его надо встречать. Мы находимся на этой удивительной земле нашей, многонациональной. Здесь у нас и тазики, и венки. И кого только нет, да, наши народности приморские. И это земля бахайцев. Соответственно, это Восточный Новый год. Он к нам полностью. Тем более, что мы живём здесь. У нас рядом город драконов, Белый город. Всё это переплетается на Русском острове, на Песчаном. Такие вещи магические совершенно есть. И дракона, чтобы он к нам был добр, конечно же, нужно встретить. Его встретить. И как мы его встречаем? Мы встречаем, в 10 числа мы накрываем стол. Очень важно. С 9 на 10? Нет, с 10. 10. У нас это произойдёт утром, там, в 9 с копейками, в 9.01. Но мы день его говорим, потому что мы на работе, говорим, подожди, сейчас мы придём. Вообще Новый год китайцы отмечают до 26 числа у них этот праздник, по-моему, до 24. Ну, 2 недели он у них идёт, и получается, 24, да. И получается, что стол – это ладонь дракона, по китайскому обычаю. Что нам туда поставить? А обязательно должна быть рыба. Даже изображение рыбы где-то там, возле двери, там, если у вас есть картина, там, какая-то, ещё что-то. Вот это очень привлекает дракона. Он очень любит рыбу. Затем, вот, рыба должна быть на столе. Должны быть на столе фрукты. Ну, стараться меньше груши и яблоки, да, вот, а мандарины, апельсины, грейпфруты. Цитрусовые. Это символ солнца, и вот это вот, почему, ну, я уже готовились к переходу, я говорила про мандарины тогда. Я обычно яблоки даю, а в этот год, поскольку это дракон, это уже готовились мы к этому. И что нужно ещё сделать? Должна быть рыба, должна быть какая-то дичь, ну, не обязательно, конечно, дичь, но какое-то мясо, да? Салаты, много овощей, фруктов. И всё это должно быть в красивой посуде. Очень важно встретить его красивой посудой. Яркой такой, салфетки. Подготовимся, купим салфетки красивые, яркие такие, чтобы они были сверху, с космоса видны, что мы готовы тебя встречать и всё. И очень важно подготовить специальное блюдо, изобилие для года дракона и последующих 19 лет. Поскольку мы ещё вот только-только сдвинулись от серединной точки затмений. Эта закладка идёт такая мощная. Мы сейчас действительно живём в очень судьбоносное время. Это очень важно, то, что мы делаем. Мы строим свои судьбы, продляем жизнь и изобилие своих родов. Это огромная работа. И дракон её оценит. Он очень любит, когда семья сплачивается, когда она садится за столом, когда очень хорошие отношения. Если человек пережил какие-то серьёзные потрясения, но сердце у него чистое, открытое, и он действительно желает любви, дракон найдёт ему, за 3-9 земель найдёт, и, может быть, в другое время бы не встретились. А тут встретятся люди и сходятся, и женятся. И таким образом происходит очень много счастливых союзов. И здесь очень важно создать такое магическое блюдо. Это росточек от дерева богатства. Денежного дерева. Денежного дерева, да. Отщипнули, поставили его там в рюмочку или в стаканчик. С водичкой. Да, с водичкой поставили. Это будет центр. Блюдо должно быть глубокое такое вот. И насыпаете рис. Сколько зёрен насыпаю, столько денег привлекаю. Пшено. Пшеницу. И опять заканчиваете рисом. То есть вот эти вот вещи. И просыпаете, просыпаете, просыпаете. Сверху и наши монетки. И вот продаются в эзотерических магазинах вот с квадратненькими. Типа старые китайские монеты, фэншуй. Вот эти кладёте и наши. Но надо класть жёлтенькие. Дистончики наши. Может быть там есть у кого-то дома, там у мамы, папы старенькие. Или 5 рублей, 3 рубля, которые медные. Вот их положить туда. И это будут ваши закладные деньги на год. Вы их положите. И они будут как магнит. А что потом с этим отростком делать? По дереву посадить? Да. Но вот это вы подливаете водичку. Это должно стоять до 24 числа. Потом это скармливаете птицам. Вот так. Интересно. А каким будет этот год для страны в целом? Для нашей? Для нашей страны... Мы говорили, что вроде как каких-то страшных войн, ещё чего-то не произойдёт. Этого не будет. Ожидается. И что летом будет перемирие. Пусть не совсем. Но так затишье будет. И будут разные события. Этот год будет по природе. По природным моментам. Он будет вот такой вот, очень динамичный, я бы сказала. Будет много интересного. Но самое главное, что каждый человек должен понимать, что если он идёт в соответствии со своим духом, в содружестве со своим духом, то и он будет в безопасном месте. Вот его предупредят. Он будет... Это обязательно случится. Самое главное — это чётко понимать. Азьезм то, что азьезм. Вот это... И соответственно, что я един со своим духом. И к дракону можно обращаться. И ещё вот сейчас такое время с 20-го числа, вот когда зашёл Плутон, да, с солнышком они за руку зашли в Водолей, открывают двери Новому году. В этом году вот такая вот прям торжественная комиссия туда зашла. И у нас уже время подготовки к Новому году. Нужно подумать, от чего избавиться и что привлечь. Что осознал за 23-й год? За что поблагодарить кошку? Её всегда есть за что поблагодарить. Даже для тех, у кого это был очень тяжёлый год, подумайте, какой урок. В каждом уроке заключён ключ, бесценный ключ для вас. И если вы научитесь эти ключи извлекать, то тогда будет всё хорошо. Что я хочу сказать про Владивосток, про наш? Асцендент в рыбах на Новолуния. Это чувство, это эмоции, это творчество. Это очень хорошо будет для именно раскрытия творческого потенциала каждого человека. Он в каждом есть, но очень многие стеснялись. В этом году очень многие раскроют в себе таланты. Солнце у нас в 12-м доме получается. А, да, ещё в противовес будет чёрная луна. Вот чувствуется, вы идёте, кто-то начинает, да, там опасно, да, там что-то так, да, там у тебя не получится. Да ты чё уже, уже годы не те, там, да, вот уже там надо подумать об этом, мавитон, там, ещё что-то. Детьми лучше займись, да. Отодвигайте. Это, если вы себя не услышите, то, что хочется, вы потеряете по здоровью. Потому что мы же захлопываем, и закисает энергия внутри нас. Никто нас не наказывает, наказываем мы себя сами. Закисают энергии, и получаются болезни. Интересно, да. Какому, ну, я вот не знаю, как здесь правильно с точки зрения астрологии, да, выразиться, какому знаку, может быть, повезёт больше, кому? Здесь нет такого однозначного. Единственное, что я могу сказать, счастливчики этого года змеи. Дракону сдавать ей взяла, и змея, она не пробежала впереди него, там, ещё как-то. Она не толкалась, она не ехала, она на спине убуевала, она шла своим шагом, как могла. Ползла там и ползла, да. Вот. Дракон, он бы прилетел первым. Но он, когда летел к Будде, то он увидел, что горят поля. И он задержался, чтобы помочь крестьянам потушить пожар. Вот такое благородное сердце к нам приходит в этом году. То есть повезёт змее, да? Повезёт змеем однозначно. Другим годам нужно просто смотреть. У дракона непростые отношения с козой. У дракона непростые отношения с котом. Потому что кот не всегда выполняет заповеди дракона. Но тем котам, кто живёт по кону, ничего страшного не будет. А есть ли какие-то, ну, может быть, для каждого знака какие-то предсказания небольшие или что-то вот такое? Юлечка, это неправильно будет. Потому что, допустим, у человека, у него только Солнце в Овне, а Венера в Рыбах, а Асцендент, допустим, во Льве, а Луна в Стрельце. И по какому знаку давать предсказания? Здесь нужно смотреть наложение трёх карт. Нужно наложение натальной карты. Это гороскопа рождения, это паспорта нашего. Затем соляра годового. И карты Нового года. Вот здесь нужно смотреть транзитная карта, как это будет распределено. И давать человеку рекомендации. Это уже лично, индивидуально всё. Потому что единственное, что я говорю всем, чтобы не боялись. Страх, он питается энергией судьбы. Страх съедает бонусы судьбы. Вот дракон, он бесстрашный сам. И нам нужно разбудить вот эти энергии в себе, такой некой безбашенности, но продуманной. Дракон, он никогда не будет, он вот его показывают, и он как бы думает перед тем, как он всё уже рассчитывает у него. И он пошёл тогда уже. Так и мы должны. Ну то есть, чтобы задобрить дракона, мы должны быть такими... Это даже не чтобы задобрить дракона. Это чтобы соответствовать себе. Чтобы поймать волну этого года, мы как серфингисты можем захлебнуться этой волной, а можем её поймать и на ней просто клёвый год поймать. И заложить программу на следующие года. И вот для этого, вот это вот наше такое бесстрашие, но расчётливое. Потому что чёрная в деве, она, конечно, очень много там подковёрных, сплетен, там болезней, опять же, снижение иммунитета, то, что мы сейчас наблюдаем, там идёт, да, и кишечные инфекции она даёт. Но она же, чёрная в деве, она требует от нас скрупулёзности. Пришёл, помыл руки, вышел там ещё раз помыл, да, посчитал несколько раз. Если ты не можешь купить себе такую машину, но не влазь в кредит, отремонтируй ту, что есть, и потом подсобирай. Вот чёрная в деве таких поступков не одобряет. Как залазить в кредиты, ещё что-то. Она не любит вот этого. То есть кредиты в этом году лучше не брать? Ну, пока она будет идти, есть у людей, может быть. Единственный момент, если человек всё рассчитал, у него бизнес, который процветает, ему нужно на покупку оборудования, которое тут же отбивается, да, в активы. Вкладывать в активы, а не в пассивы. Всё, теперь ясно. Ну, то есть та история как раз-таки «хочу кредит на машину, просто потому что хочу». Вот этого лучше не надо. Лучше не надо. И дракон, он такой, ну, не понимает вот таких вещей. Потому что дракон очень приветствует добрые дела. В этом году нам надо сажать дерева. Вот просто с детьми, сами купили там, где-то в мэрии выбили. Вот каждая организация кусочек. И посадили на ней. Это будет наш парк. Потому что, смотрите, сколько у нас деревьев ушло. У нас раньше светланская вся в деревьях была. Всё стояли они в таких как стаканчиках. Везде деревья вокруг заасфальтировано было, а деревья стояли везде. Всё столетие было в деревьях. Кругом были парки, которые точечной застройкой просто уничтожили. И, конечно же, нам нужно хотя бы как-то где-то, может быть, на крышах начать возобновлять. Учиться нужно хорошему по миру. Ну, да, это мировая практика. Да, и это будет наше здоровье. Потому что, я же говорю, мы все деревья. А что сделать, чтобы не разозлить дракона? Отчего он может разозлиться? И как его не злить? Не надо ныть. Вот что-то случилось, спроси себя каждый. Каждый. Я жертва? Или я человек, хозяин своей жизни? Я действую. Вот здесь и то, что у нас серединная точка затмений случилась в Козероге. И там Марс, и там Венера сейчас в Новый год. И это требует от нас. А Козерог, он, это начальник, его управитель Сатурн. Он, Москва слезам не верит, это вот про него. Что ты сделал? И ещё я хочу всем нам сказать. Нам часто люди, друзья, делают какие-то не очень хорошие поступки, а потом говорят, я осознал, прости. Да, конечно, зачем тянуть это зло? Но человека не впускает в свою жизнь, если он не исправил эту ошибку. Сказать прости, это ни о чём. Если человек осознал, он обязательно сделает. Осознанность проявляется в действии. А это главный лейтмотив этого года. И вот ещё вы мне задавали вопрос, как загадывать желание. Да. Как загадывать желание. Желание, значит, загадываем. Вообще всегда проговаривать надо минимум три раза. Цифра этого года – восемь. Причём… Восьмой канал. Восьмой канал, да, это ваш прямо год. Я вас поздравляю, потому что и по славянскому календарю. Семь тысяч пятьсот тридцать третий год. И по календарю, по которому мы живём, 20-24, цифра восьмёрка. Везде. И восьмой канал. И вот мы всем с тремя восьмёрками посылаем такое мощное изобилие. Загадывайте желание. Мечтайте смело. Потому что если у вас родилось это в голове, значит, у него есть все шансы родиться. Но. Здесь одно «но». Ой, я сейчас быстро загадаю, быстро напишу, быстро… Это не… Не работает. Это не то. Нужно замедлиться. Замедлиться. Опустить взгляд в себя. Почувствовать, где я желаю, где я хочу. И выписать это желание. Я хочу то-то, то-то. Потом у меня есть то-то, то-то, то-то. Благодарю. Люблю и благодарю Вселенной. Свершено. Это прописать минимум три раза. Вообще я советую всем по цифре года всегда это делать. Ну, особо ленивым три раза. Меньше трех не действует. Потому что мы живем в таком мире. А как понять по цифре года? То есть какая у тебя цифра года? Нет, какая цифра года восьмерка, да, вот в этом году. Значит, восемь надо. И восемь желаний. Замечательно. Ну что, впереди год дракона. Встречаем его изобильно. Встречаем его с чистым сердцем. Встречаем его смелыми, сильными, наполненными. Так? Да. И Владивосток у нас солнце в двенадцатом доме. Не бойтесь уединяться. Бойтесь своей гордыни. Вот когда гордыня, я раненая, но гордая, вот это не идет. Что я сделала, чтобы меня поняли? Вот этот вопрос, да? Что я сделала для того, чтобы меня поняли? Хорошо. Это не мой коллектив, куда я готова уйти? Здорово. Дракон будет приветствовать тех, кто уходит с той работы, которую он не любит. Из того места, где ему не нравится. Очень много будет переездов в этом году. Он это любит. Не бойтесь. Бойтесь инертности, затхлости, рутины и такого болота. Вот это то, что дракон очень не любит. Ну что, спасибо, Елена. Пусть все ваши слова будут услышаны нашими зрителями. Будьте хозяевами своей жизни, и все будет замечательно. Всего самого доброго. Я напомню, это была программа «Время говорить». И сегодня мы говорили о наступившем високосном 2024 годе. В гостях у нас была астролог и парапсихолог Елена Светомир. В студии работала Юлия Ракотская. Увидимся на Восьмом.